Книга «Открытым оком», автор Игнатий Тихонович Лапкин, вопрос 1979, седьмой том. Как верить тем житиям, где описывается, что этим людям был с неба именно от Бога голос, побуждающих их отвернуться от людей и идти бороться в пустыне с бесами, совершенствовать себя постом и молитвой. Но были ли такие святые, которым согласно Слову Божию был голос, чтобы они оставили свое молчанчество и шли в мир и благовестием спасать грешников? Ответ. Были и не раз и такие евангельские животворные случаи. Эти повеления полностью согласны со Словом Божьим, по которому и будет Бог судить каждого из нас и каждого из этих иноков пещерных. Но вот, в это-то они, как и вся их жизнь доказывает, совершенно не верили. Многие верили и верили, что Бог будет судить их по голодному желудку или по иссощенному виду. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себя. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». Откровение, 20 глава, 4 стих. «И увидел Я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие». Все монашество, начиная от первой еще, с неоформивавшейся уставом и до сегодняшних животолюбцев, все они не нуждаются в водительстве Духом Святым, который ведет человека и научает только по слову своему неизменному и вечному. Иночество так ведет себя, как будто оно основано на полной уверенности, что Бог непременно изменит свое решение судить по священному писанию, данному им людям, как истинно руководству на пути в Царство Небесное, и что будет их он судить по их уставам, по их трудам и подвигам, какие они измыслили. В таком случае они будут виновны в нелюбви к Слову Божию, а значит, к этому и самому жениху, невестам, которого они себя тщеславно считали, со всем их многоценным бисером детства. Всесильный Иегова, Господь Саваоф, намертво соединил любовь к нему с любовью к Его Слову. Более того, это является определителем того, угодно ли будут твои молитвы, всеночные стояния твои, бессонные ночи твои и многочасовые моления твои, слезы твои. Притча 28.9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Если бы это было при самом начале иночества, известны им, они бы с криками и слезами ринулись из пустынь, раскапать свои таланты, закрытыми и зарыты ими. Кому они могут там отдать свой талант и кого приобрести, кроме льва, из ноги которого вытащили занозу? Таких занос по житьям было не более пяти за две тысячи лет на десять миллионов скитальцев. А их больше-то и не было. Вот эти слова обязательные. Обязательно все они на суде Божьем услышат, обращенные именно к ним. Там Бог не будет смотреть на твои чудотворства и чудачества пещерные, а потребует прибытка от своего данного тебе таланта. И что ж скажем. Лука 19, глава 23 стих «Для чего ж ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» Второзаконие 11, глава 1, стих «Итак, люби Господа Бога твого и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни». Второзаконие 11, 22 «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилипляться к Нему». Иоанн 14, 15 «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Иоанн 14, 21 «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». Иоанн 14, 23 «И Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель Него сотворим». 1 Иоанна 5, 2 «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Все эти голоса, видения, благоухания, сопровождавшие повеление бежать от людей и там молчать, и молчать десятки лет, это тоже уж никак не сходится с тем, что говорил Господь Бог людям. Так чьи же это были тогда голоса, ставящие под сомнение голос Вседержителя? Николай чудотворец 6 декабря Пробыв в Иерусалиме довольно долгое время, святой Николай намеревался удалиться в пустыню, но был остановлен свыше божественным глазом, увещевавшему возвратиться на свою родину. Господь Бог, всеустрояющий на пользу нашу, не боговолил, чтобы тот светильник, который по воле Божьей должен был светить, Ликийской митрополии, оставался сокрытым под спудом в пустыне. Найдя в этом монастыре безволное житие и тихое пристанище для богомыслия, святой Николай надеялся и остальное время своей жизни провести здесь неисходно. Но Бог указывал ему иной путь, ибо не хотел, чтобы такое богатое сокровище добродетелей, коим должен обогатиться мир, пребывало в заключенном в обители, подобно сокровищу, закопанному в землю, но чтобы оно было для всех открыто и им совершалось духовной купли, многие души приобретающие. И вот однажды святой, стоя на молитве, услышал глаз свыше «Николай, если ты желаешь удостоиться мне венца, иди и подвязайся на благо миру». Услышав все, святой Николай пришел в ужас и стал размышлять о том, чего желает и требует от него глаз сей, и снова услышал «Николай, не здесь твоя нива, на которую ты должен принести ожидаемый мною плод, но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе имя мое». Тогда святой Николай уразумел, что Господь требует от него оставить подвиг безмолвия и идти на служение людям для их спасения. Таким образом, Церковь Божия приняла светлый светильник, который не остался под спудом, но был поставлен на подобающему архиерейском и пастырском месте. И в самом начале своего пастырства угодник Божий так говорил себе. «Николай, принятый тобой сан, требует от тебя иных обычаев, чтобы ты жил не для себя, но для других». Желая научить своих словесных овец добродетелям, он не скрывал уже как прежде своего добродетельного жития, ибо прежде он проводил свою жизнь в тайне, служа Богу, который един только ведал его подвиги. «Теперь же, по принятии им архиерейского сана, жизнь его стала открыта для всех, не по тщеславию пред людьми, но ради их пользы и умножения славы Божией, чтобы исполнили слово евангельское». Матфея 5.16 «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Жития святых Ефрем Сирин, 28 января Для припретания своего в Эдессе преподобный Ефрем нанялся трудиться у содержателя бани и употреблял в свободное время для проповеди слова Божиязычникам. Потом по совету святого старца Иулиана удалился в пустынную Эдесскую гору для подвигов. Вскоре видение открыл старцу в Ефреме мужа, которому одному из современных соотечественников вручена была книга для вразумления людей. Ефрем начал писать толкования на пятикнижии. Этот первый опыт толкования на сирском языке привлек Ефрема многих эдисян. Ефрем хотел убежать от людей. «Ефрем, куда бежишь ты?» – спросил явившийся ангел. «Хочу жить без молнии и бегу от молвы и обольщения света», – отвечал Ефрем. «Ангел сказал, убойся, чтобы не исполнилось на тебе слово Писания. Ефрем подобен молодому валу, который хочет освободить шею от ерма». Осия 10.11 После того Ефрем возвратился к тому служению, к которому был призван. Из сего времени он начал устно и письменно обучать вере и благочестию. Для успеха в своем благочестивом деле он открыл училище в Эдессе, из которого впоследствии вышли знаменитые учителя в Сирийской церкви. Первое избиение в Раифе, 14 января Тогда Иннок рассказал следующее. «Я, отцы, немного жил с ними, только около 20 лет. Но были там такие, которые жили и подолгу. Одни по 40 лет, другие по 60, а некоторые по 70. Там обитало много отшельников, которые, согласно апостольскому совету, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Тела свои не так изнуряли, как будто были и не их тела, а чужие. Был между ними один старец по имени Моисей. Происходя по рождению из соседней страны, Фаранской, он с юности возлюбил иноческую жизнь. Он был настоятелем у живших там прежде отцов, пробыв в иночестве 73 года. Живя в одной пещере поблизости от монастыря, он поистине был вторым Ильей, фесвятинянином. Богосподь подавал ему все, чего бы он ни попросил у него. Чудесными знамениями и исцелениями всяких болезней он обратил в христианца всех жителей, находившихся в пределах Фаранских, равно как измелитян, живших в этой стране. Видя чудеса, совершаемые Моисеем и исцеления, все преисполнялись верой во Христа и, принимая крещение, вступали в Святую Церковь Христову. Во время, время проводил в строгом молчании, как никто другой, нарушая его лишь ради приходивших к нему для исповедания своих помыслов. Таких он принимал со вниманием и кротостью. Иларион Новый, 6 июня. Блаженный Иларион был сыном Петра Каппадокиянина, прислужившего при трапезе царской и матери Феодосии, людей благочестивых и богобоязненных. В юности он хорошо был обучен священному писанию. Когда ему исполнилось 20 лет, он по евангельскому слову оставил отца и мать, да и богатство, и сделался монахом в обители Исихеевой, близ Византии. Потом он пришел в обитель Далматскую, принял здесь великий ангельский образ и сделался учеником святого Григория Декаполита, в то время жившего здесь. Святой Иларион подвязался в послушании, молчании и великом смирении. Он имел работу в монастырском саду и трудился в этом послушании 10 лет. Симеон Юродиевый, 21 июля Однажды Симеон сказал Иоанну, «Нет больше нам, брат, нужды оставаться в пустыне, но послушай меня, пойдем послужим спасению других. Здесь мы только себе помогаем, а награды за помощь другим не имеем». Не апостол ли говорит, «Никто не ищи своего, но каждый пользует другого». И еще, «Угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользу многих, чтобы они спаслись». 1 Коринфянам, 10 глава, 24 по 33 стих. И еще, «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». 1 Коринфянам, 9, 22. Симеон возродил ему на это, «Поверь мне, брат, что я здесь более не останусь, но по силе Христовой иду и полгумлюсь над миром». Иоанн стал говорить ему, «Я еще не достиг такого совершенства, чтобы мог глумиться над миром. Боюсь, чтобы как-нибудь он не посрамил меня и не лишил меня благодати Божией». Стих Игнатия Тихоновича Лапкина «Кто нам непрестанно нагружает неподъемный, непосильный груз? Не о них ли возглашал Исаия? И не их ли обличал Иисус? Им дороже жизни вечной власть над народом темным и забитым, по профессии неистребима страсть, слово Божие заброшено, забыто. Почему им дела нет до нас, давец худых и отощавших? Древний змей, дьявол, сатана, побежден Христом, а не мощами. Кто сокрыл глаголы Иеговы, человечи вымыслы раскрыл? Спрятали живительное слово, два завета, это пара крыл. Их претензии на души и имения сотни лет с успехом притворяют. На прозревших мечется каменья, кровушка их реками, морями. Молоко словесное исчезло, заменили простоту Христову, ненавидят рассуждения трезвых, и не мед, а плесень сотых полных. Благовестие и проповедь исчезли, трудности искусственно создали, крест страдания заменили нам крестик, ах, в какую яму мы попали. Быть ослом, пригодом для Иисуса, незагруженным житейским человечем, означает мыслями и чувством, духом пламенять, как наши свечи. Нам на шею сели лиходеи, разум оплели, в дугу сгибая, вместо Библии им деньги, 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 царство из попов навместо рая. 2003 год, Игнатий Тихмич Лапкин